Здравствуйте, уважаемые телезрители! Итак, сегодня наше эксклюзивное интервью посвящено такой интересной теме, как государственная служба. И моя собеседница, не просто очаровательная женщина, а руководитель Бюро Государственной службы Грузии Екатерина Кардава. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Екатерина Кардава родилась в Тбилиси и окончила Тбилисский государственный университет, факультет правоведения. Кроме этого, получила образование в Берлинском университете Гумбольда, где ей присвоена академическая степень доктора права по специальности менеджмента публичной службы. Является ассоциированным профессором и приглашенным лектором нескольких университетов. С 2013 года руководитель Бюро Государственной службы Грузии. Владеет немецким, русским, английским и итальянским языками. У вас в этом году вводится новая оценка государственных служащих. В чем ее особенность? Спасибо еще раз за интерес. Это верно. С 1 января 2018 года внедряется в Грузии новая система оценки госслужащих. Особенность этой системы в том, что каждый госорган сам выбирает метод оценки госслужащих. И этот выбор зависит от того, какая цель и какая специфика у госоргана. Бюро Государственной службы Грузии координирует этот процесс и контролирует те процедуры, которые написаны в законах и подзаконных актах. И особенность этой системы еще в том, что мы внедряем эту систему не только на уровне государственного управления, но и местного самоуправления. И это подчеркивает, что в Грузии у нас есть единая государственная служба, публичная служба. Ну хорошо. То есть эта оценка давно назрела? Были какие-то изначально реформы? Или это итог какой-то вашей большой работы? Конечно, это итог большой работы, который начали мы с 2012 года. И сначала была концепция реформирования государственной службы, потом написали закон и подзаконные акты. И сейчас внедряем уже в систему. Хорошо. Нам, казахстанцам, очень показательна ваша реформа государственной службы в Грузии. Мы неоднократно слышали пример о том, что когда-то там у вас даже полицейские участки все сделали прозрачным, и дабы все видели, как работают стражи порядка. Скажите, чтобы вы, скажем так, порекомендовали казахстанской госслужбе, что можно взять от вас? Спасибо за вопрос. Я тоже думаю, что у Казахстана тоже есть много успехов в этом области. Вы, те реформы, которые вы делаете, тоже очень сильны и очень важны для развития Казахстана. Но мой совет в том, что я думаю, что лучшая координация между органами и госорганами, которые занимаются реформами государственной службы, будет лучше для Казахстана. И, конечно, политическая поддержка. Без этого хороших результатов не можем достичь ни в Грузии, ни в Казахстане. Политическая поддержка – это самое важное. Хорошо. Известно, что две большие проблемы, два бича – это коррупция и волокита всех бумаг в госслужбе. Как побороть вот эти явления? Конечно, я сказала о политическом поддержке. Я думаю, что если в законах, в подзаконных актах четко напишут, что мы внедряем электронную систему управления и даже внедряем антикоррупционную систему на всех уровнях государственной службы, это будет помогать, конечно, политическая поддержка, которая будет уже в законе и в подзаконных актах. Очень четко говорить о тех направлениях, которые есть у Казахстана или будет у Казахстана с борьбой коррупции. Ну, насчет политической поддержки, я уверен, у нас прямо с самого верху оказывается поддержка. И президент наш неоднократно говорил, что необходимо реформировать госслужбу. Сейчас мы активно переходим на цифровизацию всего. Электронизация. Да, электронизация, цифровизация всех органов государственной службы. Какой шаг придастся, какой импульс придастся это для государственной службы? Это будет шаг вперед, чтобы быть одной из лучших стран, которые начали делать свои внутренние процедуальные дела электронные. Как это Грузия делает, как западная часть делает. Есть ли страны в мире с образцовыми государственными служащими, с примером, так сказать, для вас, для нас или для совершенства нет пределов? Я думаю, что для совершенства нет предела, потому что общество всегда развивается. И я думаю, что и должна развиваться государственная служба и персонал на государственные служащие. И они должны работать над этим вопросом самостоятельно тоже, чтобы быть всегда в форме, чтобы служить лучше народу. Хорошо. Еще один вопрос касательно политики и государственной службы я бы хотел задать. Как влияет политика на государственных служащих? Не мешают ли их политические взгляды и убеждения на работе? Это не должно быть так. Самое главное, что в Грузии цель реформы была и есть сейчас, чтобы разлучить политику и госслужбу. Государственные служащие свободно должны служить народу. И политическое влияние, как сказать, не должно оказывать. Да, не должна оказать. Политика не должна влиять на их решение. Вот это хотела я сказать. То есть они должны быть нейтральными? Да, нейтральными. Политическая нейтральность. Вот это слово забыла. Политическая нейтральность – это важнейший всего, важный принцип для реформирования государственной службы. И для каждого государственного служащего. На каком уровне идет взаимодействие Бюро государственной службы Грузии и Астанинского хаба госслужбы? Вот это пятилетие хаба. И с самого начала мы сотрудничаем с Казахстаном, с хабом государственного управления. И у нас было очень много совместных мероприятий. Это и будет в дальнейшем. Что есть сейчас в планах – это очень важное исследование, как развивались постсоциалистические страны в рамках этих реформ государственного управления и реформирования государственной службы. Это очень важное исследование, которое будет помогать и нам, и вам, чтобы лучше планировать новые шаги реформирования государственной службы. А на каком уровне идет реформа госслужбы у вас и у нас? Вы бы могли оценить, на ваш взгляд, то есть вы вперед ушли или на каком-то одинаковом уровне? Нет, я не могу сказать, что мы на одинаковом уровне, потому что самое-самое новое, что случилось в этом году в Грузии, и мы внедрали еще новый закон о оплате труда, вы знаете, да? Я думаю, что у Казахстана, я как-то знаю, нет пока что такой закон. И это означает, что немножко мы впереди, но мы можем, конечно, с вами сотрудничать и наши рекомендации тоже вам прислать, если есть такая проспа, и помогать наших стран региона развиваться и дальше. Хорошо, но раз вы уж оцениваете своих госслужащих по каким-то параметрам, оцените и нашу госслужбу по пятибалльной шкале. Не могу это делать, потому что я точно знаю те реформы, которые в Казахстане проводятся, но сам госслужащих оценить я не могу, потому что, к сожалению, государственные служащие оцениваются по их работе, так что я пока что их работу не видела. Это оценка госслужащих, дело супервайзера, которые менеджеры. А скажите, как можно сделать государственного служащего образцовым и примерным работником, помимо премии, каких-то бонусов? Это вопрос и для меня пока что открыт, и нет такого четкого ответа на это, потому что в Грузии мы работаем сейчас над этим, и мы думаем, что даже с Казахстаном наши совместные планы, наши совместные мероприятия могут быть над этим вопросом, как улучшить имидж госслужащего и как сделать госслужбу привлекательнее. Спасибо большое за интересную и содержательную беседу. Ну а я напомню, что мы сегодня говорили о государственной службе, и моей собеседницей была руководитель бюро государственной службы Грузии Екатерина Кордава. Всего вам доброго.